В начале 60-х годов, в период временного ослабления коммунистического режима, в Украине появляется новое поколение национальной интеллигенции. Сегодня оно известно как «шестидесятники». Они выступали в защите украинского языка и культуры. Одним из самых активных деятелей движения «шестидесятников» был Василий Симоненко. Конец 40-х, начало 50-х годов – это период именно такого сиротства, того поколения людей, к которому принадлежал поэт Василий Симоненко. Потому что это дети, которые были рождены в довоенное время. Это поколение, которое вошло в украинскую литературу в конце 50-х годов и раскрыло себя в начале 60-х. Мы их называем «шестидесятниками». Он, Симоненко, фактически является такой лучшей, пожалуй, цветущей ветвью на украинском поэтическом древе. Симоненко писал такие пронзительные стихи, которые власть не осмеливалась печатать в открытой прессе. Утвердительно, мощно и убедительно он выражал свою любовь к Украине, к своему народу. Патриарх украинской литературы Олесь Гончар назвал Василия Симоненко «Витязем молодой украинской поэзии». Он писал о нем так. Из глубины народной жизни вышла поэзия Василия Симоненко. Из мужества народа, с его горе и его победоносной борьбы воспевалась она. Отсюда тот несокрушимый дух, которым она проникла, отсюда и безудержная страсть, которая бушует в ней. Ветер времени не остудил Симоненковых стихов. Огнем души горят они и сегодня, как и тогда, когда впервые так страстно и неповторимо вырвались в мир. Жизненный путь Василия Симоненко начинается с небольшого полтавского села Биевцы. В старой крестьянской хате 8 января 1935 года родился будущий украинский поэт. Через ту неприметную и печальную хату прошли голод и холод. Ее не обошла стороной Великая война и все лихолете 20 века. Родители будущего поэта расстались, когда ему исполнился всего годик. Воспитывал Василия его дед Федор, который прекрасно вышивал рушныки и рассказывал внуку об украинском историческом прошлом. Стихи Василий Симоненко начал писать еще в школе. Он мечтал работать с украинским языком и для людей. Это и определило дальнейший выбор его профессионального пути. В 1952 году он поступил на факультет журналистики Киевского государственного университета. Студенческие годы были для юноши периодом окончательного формирования личности и мировоззренческих позиций, которые потом отобразились в патриотической поэзии. После окончания университета в 1957 году молодой журналист поехал работать в редакцию областной газеты «Черкасская правда» литературным сотрудником отдела культуры. Через три года перешел на работу в областную молодежную газету «Молодежь Черкащины», а вскоре становится собственным корреспондентом «Киевской рабочей газеты». Писал журналист Симоненко много и печатал произведения других, потому что свою поэзию печатать стеснялся, считая ее несовершенной. Но именно в это время он написал свои лучшие стихи, которые распространялись в рукописях и положили начало украинскому движению сопротивления 60-70-х годов. Я помню, когда еще был студентом из Черкасс, тогда учился журналист-заочник, который приезжал на сессию и привозил те неопубликованные стихи Симоненко. Давал нам, студентам. Мы их перепечатывали на машинке. По кругу, по всем курсам эти стихи ходили. Я думаю, что стихи в какой-то степени мировоззрение нашего курса формировалось под влиянием Симоненков, в том числе и мое. Первый поэтический сборник «Тишина и гром» был издан в 62-м году. Его издавали очень долго. К тому же выяснилось, что были изъяты отдельные стихи, а также было цензорское вмешательство. Поэтому удовольствия от этого автор не имел, хотя с одобрением сборник встретили читатели и критики. Уже тогда было ясно, в литературу пришел самобытный поэт с большим потенциалом. «Тишина и гром» стала первой и последней книгой поэта, которая была издана при его жизни. Потому что стихи Симоненко тематически составляли сатиру на советский строй, обличали его антинародную сущность, попытки стереть все украинское и навязать российское. Кроме того, поэт описывал тяжелую судьбу украинцев, особенно селян, и воспевал любовь к своей родине. Весной 60-го года в Киеве под влиянием хрущевской оттепели образовался клуб творческой молодежи. Симоненко был его активным участником. Он охотно ездил по Украине, встречался с молодежью, пытался пробудить в ней национальное сознание. Впоследствии он стал членом комиссии по проверке информации о массовых расстрелах в застенках НКВД и поиска мест захоронений жертв сталинского террора. Вместе с художницей Аллой Горской, которая позже станет активной украинской правозащитницей, они объехали много сел вокруг Киева, опросили сотни людей. С их помощью были установлены тайные, безымянные могилы жертв сталинизма на Лукьяновском и Васильковском кладбищах в Быковнянском лесу. При участии Василия Симоненко было написано обращение в Киевский горсовет с требованием обнародовать эти места и превратить их в национальные мемориалы. Горсовет вообще оставил это письмо без внимания. А поэт оказался в сфере особого интереса соответствующих государственных органов. Документы о Василии Симоненко проходят в контексте деятельности антисоветских националистических групп. В контексте рассмотрения дел лиц по поводу проведения ими антисоветской агитации и пропаганды. Явно и очевидно там прослеживается запрет на его творчество. Ведь Симоненко считался идеологом и знаменем борьбы против советской власти. Имя Василия Симоненко фигурировало и в общих донесениях о деятельности украинской интеллигенции. Есть короткие справки, аннотации об общей ситуации в стране, где также упоминается имя Василия Симоненко. В частности, говорится, что сначала между ними, речь идёт о представителях интеллигенции, велись разговоры, что якобы в Украине имеет место отклонение от ленинской национальной политики. Наблюдается ограничение украинского языка, русификация, распространение неопубликованных в ряде случаев идейно-пророчих произведений Лины Костенко, Винграновского, Ивана Дзюбы, Василия Симоненко, Ивана Драча и других молодых литераторов. Летом 1962 года на железнодорожной станции в городе Смело Черкасской области поэта жестоко избили работники милиции. По мнению друзей, это избиение было не случайным. С тех пор здоровье поэта начало ухудшаться. В начале весны 1963 года болезнь Василия Симоненко постоянно обострялась. Вскоре врачи сообщили семье ужасный диагноз – онкологическое заболевание почек. Сделали операцию, но безрезультатно. Василия Симоненко не стало 13 декабря 1963 года. Его похоронили в Черкассе. На гранитном памятнике высечены строки из знаменитой песни поэта «Лебеди материнства». «Можно всё на свете выбирать, сынок. Выбрать нельзя только Родину». Но произведения Василия Симоненко не давали покоя советским властям и после его смерти. В архиве хранится чрезвычайно интересный и очень ценный документ. Это докладная записка прокуратуры УССР и КГБ УССР от мая 1966 года, в которой указан полный детальный анализ украинской националистической прессы. Речь идёт о роли и влиянии Василия Симоненко не только на территорию Украины, но и за рубежом. Здесь говорится о том, что произведения Василия Симоненко по понятным причинам не могли быть напечатаны в Украине. Они очень широко печатались за границей. Поэтическое наследие поэта в рукописях собиралось уже в 80-х годах прошлого века. В фондах Музея литературы Украины есть бесценный экспонат, который назван «Главная тетрадь Василия Симоненко». Он создавался с конца декабря 1961 по октябрь 1962 года, больше десяти месяцев. Среди этих хрестоматийных вещей ради тебя жемчуг в душе сею, ради тебя мыслю и творю. Пусть молчат Америки и России, когда я с тобою говорю. Пусть молчат Америки и России, когда я с матерью говорю. Это было сказано в глухие времена, Хрущевский и так далее. И для этого надо было иметь поэтическое мужество. Он бесспорно имел и он вписал золотую страницу в историю украинской поэзии. Признание к поэту пришло после его смерти. В 1995 году Василию Симоненко посмертно была присуждена государственная премия имени Тараса Шевченко. Сборники его стихов пересдаются большими тиражами. Произведения поэта вошли в учебные программы украинских школ. Многие из них положены на музыку. Песню на его стихотворение «Лебеди материнства» в свое время исполняла известная американская украинка Квитка Цисок. Поэзия Василия Симоненко незримо принимала активное участие в общественных событиях последних лет. Его стихи неоднократно звучали со сцены Евромайдана, из уст бессменного ведущего революции Евгения Нещука. Он пылко декламировал строки поэта-патриота. Народ мой есть, народ мой всегда будет, никто не перечеркнет мой народ.